Как Великое Отечественное изменило самолеты, танки и стрелковое оружие? После Первой мировой войны в мире случился бум моторизации. Военным стратегам было понятно, в следующем глобальном противостоянии главную тактическую роль сыграют моторизованные соединения, и не так важно где – на земле, в воздухе, в море. Важно, какими они будут. К началу Второй мировой и Великой Отечественной СССР был хорошо оснащен таким вооружением. Индустриализация хозяйства и добротная инженерная школа позволяли массово насыщать армию легкими танками с противопульным бронированием, вроде Т-26 и машин серии БТ. А в качестве перспективных разработок были прототипы танков Т-34, КВ, многобашенные машины встали в строй наряду с техникой классической компоновки. К форсированию военных технологий СССР подтолкнули Советско-финская война и Гражданская война в Испании – настоящие полигоны для ведущих держав. После испанской кампании немцы убедились в необходимости массового применения 37-мм противотанковых пушек, а советские специалисты осознали – танки Т-26 устаревают и взяли курс на конструирование бронированных маневренных машин нового поколения. Созданные после испанских уроков танки применили против финских укреплений в ходе Зимней войны. Неудачные варианты отсеялись, успешные решения получили зеленый свет. То же можно сказать и про авиацию. Конструкторские бюро Сухого, Туполева и другие инженерные группы не сидели без дела. Идти в ногу с современными конструкторскими тенденциями было жизненной необходимостью. Летом 41-го Советскому Союзу было чем ответить на немецкие технические приемы. При этом «Вермахт» не имел аналогов некоторых образцов вооружения Красной Армии. Танковые кулаки «Блицкрига» были массово оснащены легкими и средними «Панцер-2-3» и некоторым количеством ранних «Панцер-4». Применялись и чешские машины «Панцер-35» и «Панцер-38». Их встретили практически неуязвимые тяжелые танки КВ, маневренные «тридцатьчетверки», техника, которая зачастую оказывалась врагу не по зубам. То же самое в артиллерии. Некоторые образцы советских противотанковых пушек, вроде «ЗИС-2», настолько опередили свое время, что были до поры до времени сняты с производства. Нацисты обновляли свой танкопарк, и это потребовало симметричных мер со стороны советских конструкторов. Стандартом для маневренного среднего танка стала машина с 85-мм длинноствольной пушкой в башне с тремя танкистами Т-34-85. Тяжелые танки тоже подросли. На место КВ пришли «ИС» с 85-мм или 122-мм орудием. Их броня создавалась с учетом потерь предшественников. Подросли и лафетные орудия. 45-мм пушка уже не могла быть серьезным аргументом в борьбе с вражеской техникой. Ее массово заменяли 76-ти и даже 100-мм. Но в перспективе уже маячил новый стандарт вооружения пехотинца. Личным оружием должна была стать автоматическая винтовка. Такое оружие использовалось нацистами на финальном этапе войны. Да и свои наработки у нас были. С конструкцией оружия стрелка под мощный патрон успешно справился Михаил Калашников. Его изобретение встало на конвейер в конце 40-х. Прошло всю холодную войну и до сих пор остается визитной карточкой российского ВПК. Уделили внимание и личным средствам борьбы с бронетехникой. К концу Второй мировой было понятно. Век ручных противотанковых гранат закончился. Советские специалисты переняли опыт немецких ручных гранатометов «Панцер Шрек» и «Панцер Фауст» и американских «Базук», поставленных по Ленд-Лизу. Вспомнили старые наработки Рябушинского и к концу войны создали свой гранатомет «РПГ». Первые образцы оказались неудачными, но к концу 40-х изделия довели до ума, создав одну из эффективнейших и при этом простых систем борьбы с танками в мире. Интереснее обстояли дела с авиацией. Во время войны в сражающихся странах обычно использовались самолеты с двумя типами двигателей — мощным звездообразным и менее габаритным рядным. У каждого свои плюсы и минусы. Двигатели достигли своего технического предела. Инженеры искали новый тип силовой установки, которым стал реактивный двигатель. Поначалу в СССР экспериментировали с ракетными двигателями. Но по результатам проб и ошибок стали создавать самолеты с турбореактивной силовой установкой, которая является классической и по сей день. К концу 40-х, несмотря на успехи союзников, СССР оставался одной из ведущих авиационных держав. Не остались без внимания и тяжеловесы. К внушительной бомбардировочной школе добавился опыт высокотехнологичной американской суперкрепости, которой не повезло приземлиться на Дальнем Востоке. Машина была изучена до винтика, и благодаря базе наработок Союзу в ближайшие годы было чем доставить Кузькину мать в любую часть планеты. Уроки войны были усвоены на отлично. ВПК улучшал уже имеющиеся образцы оружия. В то же время создавались новые технологические отрасли – ракеты, аппаратура связи, электронные системы. Но самое главное – заказы на вооружение диктовались реалиями современной тактики и стратегии. Именно поэтому солдат перевооружали автоматическим оружием. На заводах строили БТРы, а послевоенные танки вроде Т-44 и Т-54 можно считать прямыми предтечами ОБТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok